ТОП 10 известных воров в законе Вор в законе минус этим титулом коронуют только тех членов криминального мира, которые пользуются значительным авторитетом. Наш ТОП 10 известных воров в законе расскажет о тех, кто является элитой преступного мира. Суворов, Петров, Алексей Динарович Российский вор в законе, известный как Петрик или Леня Хитрый, Начал свою криминальную деятельность в начале 1980-х годов, возглавляя Мазуткинскую ОПК. Имеет несколько судимостей за грабежи, кражи и вымогательства. В начале 90-х боролся с кавказскими ОПК в Москве. С 1993 года проживал за границей. В это время под его контролем находились поставки угнанных автомобилей из стран Европы. Пичугин Юрий Викторович, известен по кличке Пичуга. Впервые был осужден в 1983 году за кражу, далее было хулиганство, грабеж. В 1990 году был коронован, после чего назначен смотрящим по коме. Пичугин при разборе различных конфликтов выступает в качестве криминального судей. Входил в окружение воров в законе деда Хасана, Мамедов Сергей Александрович. Криминальный авторитет, известный под прозвищем Мамед, имел несколько судимостей. Коронован был в Донецке в 2000 году Мамедов был смотрящим за киевским регионом и курировал воровское движение на Донбассе. Под его контролем находился республиканский общак Шеремет Валерий Андреевич. Известен по кличке Шарик. На его счету семь судимостей. Вид его деятельности сконцентрирован на крышевании одесских карманников. В настоящее время проживает в пригороде Одессы и контролирует многие процессы в городе. Недзильский Андрей Степанович. Известен по кличкам Андрей Львовские недели. В 2010 году был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве, но обвинение с него было снято. В 2012 году был коронован, став вором в законе. Последние несколько лет Недзильский состоит смотрящим по Киеву. Сфера его деятельности распространяется на нелегальные горные заведения. Пятлый СНК Сергей Иванович. Известен по кличкам Лера Сумской. Серый Илья Иванович. Коронован был в 1993 году. В мае 1998 год осужден за вымогательство и получил 7 лет заключения. Будучи влиятельным криминальным авторитетом, курирует украинские места лишения свободы. Сфера его деятельности охватывает подпольные горные заведения, крышевание фирмы нелегальных водочных цехов. Тюрин Владимир Анатольевич. Известен по кличке Тюрик. Первый срок получил в 16-летнем возрасте. Был коронован в 1993 году и возглавил братскую преступную группировку. В 1998 году переехал в Испанию. На момент проведения испанскими спецслужбами операции ОСА Тюрин находился в России, поэтому избежал ареста. Тюрин имеет обширные связи среди влиятельных людей. В сферу его экономической деятельности входят несколько предприятий. Усаян Аслан Рашидович. Являясь одним из самых могущественных криминальных авторитетов, а также вором в законе, известен под кличкой Дед Хасан. Первый свой срок получил в 19 лет. Титулом вор в законе был коронован в 1963 году. В 1984 году осужден на 15 лет лишения свободы. Клан Усаяна, являясь одним из самых мощных в России, участвовал в некоторых крупных криминальных войнах постсоветского периода. Под его влиянием находился почти весь криминальный мир постсоветского пространства и немалая часть Западной Европы. В 2010 году на Усаяну было совершено покушение, но он выжил. В 2013 году был застрелен из снайперской винтовки. Калашов Захарий Князевич. Известен по кличке Шакра Молодой. В Тбилиси в 1971 году его короновали, и он стал вором в законе. Уехал из Грузии. С 1989 года жил в Москве, где со временем стал одним из авторитетных воров в законе. В 2003 году переехал в Испанию. После спецоперации ОСА, проведенной спецслужбами Испании, Калашов некоторое время скрывался. Но в июне 2006 год Испанский суд приговорил его к 9 годам заключения и штрафу в 20 миллионах евро за отмывание незаконно полученных средств и создание преступной группировки. В 2014 году Калашов вернулся в Россию. Анями Триэл Гурамович. Известен по кличке Таро. В 17-летнем возрасте был суден за кражу и разбой. В колонию попадал 8 раз. В 80-е годы являлся одним из самых авторитетных воров в законе в Москве. В 90-х годах переехал в Испанию, где развивал строительный бизнес. В 2005 году во время проведения испанскими правоохранительными органами операции ОСА, Аняне удалось скрыться. В 2006 году он обосновался в Москве, получив гражданство России. Аняне после ареста в 2009 году по обвинению в похищении бизнесмена был приговорен к 10-му годам лишения свободы, а в 2011 году он был экстрадирован в Испанию. Воры в законе не представляют из себя единую группу, однако именно в их власти находится обеспечение стабильности всей системы организованной преступности. Продолжение следует...